Ну, про переворот. Ребята, переворот, я не верю в перевороты, я вам честно скажу. Переворот не состоявшийся, он и не мог состояться. Я не вижу никакие силы, которые есть в Украине, которые могут сегодня устроить переворот. Я не представляю. Да люди выйдут на улицы, защитят конституционный строй и президента и все. Исключено. Я не вижу этого, исключено. Поэтому нет этого переворота и я его не видел, если честно. Ну, может кто-то видел, не знаю. В любом случае, в любом случае, 21-го была дорогая для меня дата, 21 ноября, 10 лет нашего Майдана, активным участником которого я был с самого первого дня. Конечно, трогательно до слез. Знаете, я опубликовал в Инстаграме уникальные фотографии, уникальные видео Майдана, сцена Майдана, сам Майдан. Ну, свои фото и видео. Закулисье и общение с Порошенко, с Кличко, с Яценюком и простые люди, которые там стояли. Удивительное было время. Омраченное, конечно, омраченное гибелью Небесной Сотни. Ну, и дальнейшими событиями, которые произошли потом. Я имею ввиду Крым, Донбасс. Вот опять-таки Леонид Данилович Кучма, я к нему возвращаюсь. Леонид Данилович говорит, я бы защищал Крым сразу, сходу. Я бы Крым защищал. И я знаю, что он защищал бы, потому что он тузлу не дал схавать Путину. Он не дал. Он не дал. Я уверен, что он бы защищал и Крым. Уверен. Потому что тяжеловес, политическая воля была. Ну, что уже говорить. Это о Майдане. Майдан, воспоминания, у меня потрясающие воспоминания. Это светлая часть жизни. Так, друзья, много вопросов очень. Дмитрий Лева, Би-2, рассказал, что поддерживает Украину и закупает. Так, так, что закупает. Ух, ускакал. А, для ВСУ, амбулансы и прочую технику. Пригласите. Я приглашал Леву из Би-2. Ну, пока что-то он каждого... Дмитрий, что можете сказать про Григория Козловского? Григория Козловского знаю лично. Очень его уважаю. Настоящий мужик. Я преисполнен к нему нежных чувств. Замечательный человек. Григорий Козловский. Так, сегодня состоялось заседание ДКБ, где не было Пашиняна. Ну, и правильно. Пашинян их кинул. Они ему больше не нужны. Пашинян ведет Армению в цивилизованный западный мир. Сближение с Францией, США, с Турцией. Да-да, с Турцией, с Азербайджаном. Вот туда идет Армения. Зачем ему Путин кровавая рожа? И его сатрап Лукашенко и все остальные. Это АДКБ чертова. Зачем оно ему нужно? Пашинян молодец. Молодец Пашинян. Так. Ситуация на Ближнем Востоке разгорится или договорятся? Я думаю, что Израиль добьет террористов в ближайшее время. На наших глазах. Что думаете о жести Такаева Путину, когда он заговорил по-казахски? Ну, немножко посопротивлялся Такаев. Заговорил по-казахски. Путин, конечно, офонарил. Но это все не от меня. Это опять-таки его встреча с Путином. Я не понимаю. Я не понимаю, как можно жать эту руку в крови. Не понимаю. Говорите мне, что я не прав. У меня нет аргументов в пользу Такаева в данном случае. И в пользу Мерзиева, которые приехали к Путину на день рождения Путина праздновать. И он их вот так жестами подзывал еще к себе. Ну, это унизительная история. Унизительно. Так. По Залужному. Да. Я думаю, что все увидели, ну, во всяком случае, очень важный момент, обратили внимание на него, что впервые генерал Залужный, главнокомандующий ВСУ, участвовал в заседании Рамштайна. Такого никогда не было еще. Это говорит о том, что Запад поддержал генерала Залужного. Запад, Объединенный Запад, видит в его лице мощь украинских вооруженных сил. И, конечно, это знак. Участие генерала Залужного в заседании Рамштайна, первое участие, это знак. Для тех, кто умеет читать по знакам. Друзья, да, так, Путин и Лукашенко слишком токсичны, чтобы с ними ручкаться. Все правильно сделал Такаева, что сделал, он с ними ручкался. Так, когда будет следующее интервью с Маргуланом Сисимбаевым? С удовольствием. Я с этим прекрасным человеком могу говорить бесконечно. Маргулан источник мудрости. А значит, ты хорошего настроения. Когда слышишь мудрые речи, когда общаешься с мудрым, замечательным человеком, ты сам становишься лучше. Это же непреложная истина. Так. Так. А где поруби? Не знаю. Наверное, в Украине, я думаю. Когда перестанешь нести ахинею, спрашивают меня. Не знаю. Как надоест, так и перестану. Так. Ждем бомбезный интервью с Пугачевым. Как-то топ-пятичасовый. Да, будет-будет. Будет, Сергей Викторович Пугачев. Я с ним сделал интервью пять или шесть. Все в Ютубе. Вот топ-пятичасовое интервью набрало 20 миллионов просмотров, ребята. 20 миллионов. Не шутка. Конечно, интервью мое с Юрием Дудем набрало 34,5 миллиона просмотров. Юрия Дудя со мной. Поэтому есть к чему двигаться. Есть куда расти. Так. Хорошо, запишу. Сделайте интервью. Мне подсказывают. Я себе записываю. Да. Могут ли Молдова с Грузией вернуть свои оккупированные территории? Да, конечно. Конечно. А как же? А как же? Как только Россия гепнется. А я надеюсь, никто не сомневается в том, что она гепнется. Со страшным звуком. На жопу. Ровно. Вот. Сразу все заберут все свое. Не только Грузия и Молдова. О, не только Грузия и Молдова. Там и Финляндия придет за своим. И Япония придет за своим. И Польша с Германией придут за своим. Что вы? Дмитрий, вы брали интервью Баширова актера. Как он и что с ним? Я не знаю, как он и что с ним. Я по приколу делал с ним интервью. Он приезжал в Киев. Это было еще задолго до войны. Но он прикольный шизик такой. Прикольный. Прикольный. Посмотрите интервью. Ну, чистый символ России. Это очень интересно было. Это очень интересно. Он был и набуханный, и нанюханный, судя по всему. Поэтому интервью получилось феерическое. У меня помощница была. Ее зовут Ксюша. И фото журналист наш известный, Феликс Розенштейн. И первый вопрос, который мне задал Баширов накануне интервью. Он говорит, не знаю, кого лучше трахнуть. Феликса или Ксюшу. Я понял, что интервью будет прекрасным. Я не ошибся. Интервью было замечательным. Я бы даже сказал, бомбезным. Чистый символ русского мира. Чистый вообще яркий, ярчайший пример сильно пьющего и наркоманищего русского человека. Посмотрите, вы не оторветесь, гарантирую. Чи подавилось интервью Собчак с Моргенштерном. Подавился и Собчак с Моргенштерном, и Моргенштерна с Собчак. Мои выводы не изменились. Остались прежними, хочу вам сказать. Так, лучше не победы желаете, а мира и договоренности. Ребята, мир с договоренностями – это поражение. Это мое мнение. Я могу ошибаться, как любой человек, но я уверен, что Украину должна интересовать в этой войне только победа. Потому что, если будет заключен мир с договоренностями, это поражение, оттянутое в сроках. Вроде сформулировал. Да, спасибо. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал Дмитрий Гордон. Еще раз прошу всех. Что было бы с вами, если бы 24 февраля не Россия, а Украина напала бы на Россию? Россия была бы либеральной, а Украина тоталитарной. Кого бы вы поддерживали? Ребята, ну, в своем уме, вы можете себе представить, что Украина собиралась напасть на Россию. Ну, кто-то может себе такое представить? Это вообще укладывается в какую-то нормальную человеческую логику. Украина, которая не готовилась к войне, которая вообще занималась мирным трудом, строила дороги, развивалась. Украина, посмотрите, военный бюджет Украины. Вы знаете что? Я вас сейчас научу. Меня американцы научили. Они мне объяснили. Я говорю, а как вы узнали? Вот вы за пять месяцев начали предупреждать весь мир, что русские нападут на Украину. Как вы это узнали? Они говорят элементарно. Первый звонок прозвенел. Мы же отслеживаем военные бюджеты всех стран. И мы увидели резкое увеличение военного бюджета России. Это был первый звонок. Потом космос навели зрение, посмотрели перемещение, передвижение войска, техника, лагеря, где войска с техникой и так далее. Ну элементарно. Плюс агентура внутри российского руководства и так далее. Армии, конечно. Но с чего началось? Военный бюджет. Посмотрите военные бюджеты Украины. Это военные бюджеты страны, которая собирается на кого-то напасть до войны. Это военные бюджеты страны, которая еле-еле справляется с выплатой зарплаты своим войскам. Не закупающие оружие и не проводящие почти учения. Точка. Поэтому кто мне пишет, что мы напасть на Россию хотели? Так. Про Богдана Бенюка спрашивают. Что с Бенюком? Старость приходит с мудростью к Бенюку. Похоже, пришла с деменцией. Ребята, Богдан Бенюк шикарный актер. А что касается того, что он говорит, то я вам обещаю, я у него спрошу. Я с Богданом Бенюком скоро сделаю интервью. Мы с ним договорились. И мы там обсудим с ним все. Он человек искренний, откровенный. Поэтому я задам ему вопросы. И ваши в том числе. Где Мураев? Не знаю. Мураева не видел я. Я его последний раз видел на ток-шоу «Гордон». Это первое в мире в Ютубе политическое ток-шоу. До нас с Олесей Басман. Никто его не делал. Никогда мы первое запустили в Ютубе. В мире первое. Политическое ток-шоу в Ютубе. «Гордон» называлось. Вышло 4 выпуска, потому что война началась. Так вот, Евгений Мураев был у нас на крайнем выпуске перед войной. Я задал ему вопрос, является ли он агентом России. Посмотрите этот выпуск. Больше я Евгения Мураева не видел. Не знаю, где он. Где Бондаренко? Слушайте, я думаю, мое мнение, что все эти Бондаренко, Лукаш, вся эта пятая колонна кремлевская, их там много, Бондаренко, Лукаш, ну все эти, они все в России наверняка. Ну наверняка. Если нет, напишите мне. Я могу ошибаться. Но они всю жизнь работали на Россию. Где им оказаться в результате, ребята? Где им оказаться? Так, ну что, послужат ли активы российских олигархов репарациями для Украины? Думаю, да. Я считаю, что все, что есть российское на Западе пойдет на репарации. И российское в России тоже туда пойдет. После победы все пойдет. Все пойдет. Вы бы Путину задали вопрос, как Мураеву. Или он русский агент? Он не агент, он русская скотина. Что по Путину, что кому-то непонятно. У вас есть какие-то сведения о Саакашвиле? Есть. Не хотел бы об этом говорить, потому что они плохие. Эти сведения, они вызывают тоску и печаль. Я искренне разочарован в Грузии и в грузинах. Вы своего лучшего президента, великого президента. Мало того, что посадили в тюрьму. Вы еще равнодушно следите за тем, как он умирает. Я был о вас слушав. Спасибо. 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 Спасибо.